Таинство Миропомазания Таинство Миропомазания Таинство Миропомазания там помазывают уже не освященным елеем, а помазывают особым таким веществом, которое по своему составу похоже, конечно, на масло. Это вещество называют Святой Мир. Раз в год его сам Святейший Патриарх, при специальном чтении молит, специальных отрывков Священного Писания, участвует, по крайней мере, в изготовлении мира. А потом этой Мирой благословляется Святой Четверг. И именно этим миром помазывают людей во время совершения Таинства Крещения. То есть, Таинство Крещения, по большому счету, включает в себя Таинство Крещения и Таинство Миропомазания. Миропомазание совершается лишь один раз в жизни над любым человеком. Единственный человек, который мог быть миропомазан второй раз, был Государь в день вступления на престол, почему он называется помазанником Божиим. Так вот, у нас иногда в нашей православной среде бывает такой момент, что особенно неискушенные в этих вещах люди говорят, «Я сегодня был на службе, миропомазался». Не миропомазался, а просто был помазан освященным елеем, как правило, либо из лампады, горящей перед образом цветом, либо особо освященным массом благодатным. Но в любом случае это не было миром, будем так говорить. В чем смысл миропомазания? Раньше древней древности апостолы, когда совершали обряд крещения, после этого возлагали руки и призывали благодать дух святаго. Преемниками апостолов является епископ, но епископ не всегда может разъезжать по епархии, возлагать руки на крещающихся ежедневно. Поэтому эти права делегируются священнику через помазание его святым миром, который освящает сам патриарх. Ну, наконец, Таинство елея освящения, иначе именуемое собором, оно, как правило, совершается над человеком, который пребывает в болезни. Во время этого Таинства священник семь раз читает Евангелие, подобранный таким образом, чтобы они раскрывали смысл этого, читает специальные молитвы. И главная, как сказать, такая идея, проходящая красной нитью, мы просим Бога об исцелении больного. После чего, после каждого чтения Священного Писания, там читается апостол, читается Евангелие, читается две молитвы, священник, человек, этого помазует определенной части лица и части тела, помазует освященным елеем. В данном случае елей во время освящения смешивается с небольшим количеством вина. В воспоминании того, что когда добрый самарянин возлил на раны одного пострадавшего от разбойников вино и елей. Почему вино и елей? Вино, потому что оно обладает дезинфицирующими свойствами, а елей, потому что он умягчает раны. И вот в этом таинстве человек получает не только облегчение своих душевных, телесных недугов, но и прощение грехов. Вот насколько я сам лично знаю своего опыта, служуя более 20 лет, иногда творятся даже чудеса после того, как на человека он совершает это таинство. Человек больной, вдруг получает облегчение. И наоборот такие случаи, когда человек уже приговорили к смерти, уже ждали, что с дня на день он должен перейти в вечность, и вдруг мы его помазали, и человек получил исцеление. Так что в церкви у нас существует много интересного.